Вести Дагестан 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 У достойных за свой труд высоких государственных наград представители разных профессий – учителя, врачи, инженеры, работники сферы сельского хозяйства, транспорта, культуры, руководители органов власти. Учителей, как и у врачей, нет права на ошибку. А сегодня один из дней, который проходит в год педагога и наставника, объявленный президентом нашей страны. Мы должны сделать все, чтобы педагоги могли полностью задоточиться на работе, имели все возможности реализовать свой потенциал, передать ученикам не только знания и навыки, но и своим примером воспитывать честное, глубокое отношение к делу, любовь к Родине. Сейчас, как мы знаем, российские солдаты и офицеры в зоне специальной военной операции, воспитанные нашей школой, нашими учителями, нашими традициями, которые продолжают их своим наставничеством, мужественно, героически исполняют свой долг, защищают мирных людей. Это награда за то, что всему Табасаранскому педагогическому коллективу, не одному мне, Табасаранскому педагогическому коллективу. Вот спасибо за то, что они отдали мне тоже, вспомнили как педагога, воспитателя. За это я очень радуюсь и благодаря только господи республики тоже. В списке награждаемых более 30 дагестанцев. Всем им вручены награды за вклад в развитие республики, почетные грамоты, а также присвоены звания заслуженных работников. Глава нашей республики наградил очень большое количество передовыков, производства, работников разных отраслей. И приятно то, что я в их числе, спасибо большое, руководство республики, чтобы отметили мой труд. То, что сегодня глава республики вручал ордена и награды, очень известным людям, которые достигли всего сами, я полагаю, сам себя человек сделал. За свой труд, за свое отношение к людям, к человеку. Это очень важно сегодня. Поэтому я хотела бы сказать огромное спасибо нашему государству, нашему правительству, нашей республике. С 1984 года я в Аварском театре работаю. Конечно, любая награда – это оценка твоего труда. Какая бы награда ни была, она очень приятна. Но сегодняшняя награда, конечно, мне очень и очень приятно получать. Я хотел еще раз вас всех поблагодарить за то, что вы делаете для республики, за то, что вы делаете для людей, за то, что вы делаете для народа. И еще раз поздравить вас с этим замечательным праздником. Вы знаете, этот праздник, он уже, наверное, мало где отмечается. На самом деле он объединяет всех людей, которые в нашей стране. Это один из самых почетных праздников. Тем более, что он является переходным к нашему великому празднику, к Дню Победы, который мы в скором будущем с вами будем отмечать. Поэтому мира, добра, благополучия, всего вам самого доброго. И еще раз спасибо за вашу работу. Сегодня министр обороны страны Сергей Шойгу перед началом совещания с руководящим составом вооруженных сил дал оценку уходу специальной военной операции. В начале охода специальной военной операции вооруженные силы России ведут активные действия во всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, против них съет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек. Наши военнослужащие уничтожили 8 самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов. Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для украинских вооруженных сил Западом. Действия российских группировок в войск в ходе спецоперации во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения. Руководством страны перед оборонным предприятием поставлена задача сжатые сроки, увеличить темпы и объемы производства. Приняты необходимые оперативные меры. Эффективно заработала система в межведомственном взаимодействии, которая координирует работу всех заинтересованных органов, обеспечивает оперативное решение проблемных вопросов. К углосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа от контрактации и выделения финансовых средств до поставки готовой продукции в войска. В результате, по сравнению с началом 2022 года, количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных в 7 раз. В этом году вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику. В целом, оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры. Не менее важным вопросом является наращивание возможностей ремонта восстановительных органов. В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении 3 к 2. Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту. При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать ее темпы. Сегодняшняя повестка дня. На рассмотрение выносится два тематических вопроса. Первый касается выполнения корпорации тактических ракетного вооружения государственного оборонного заказа. Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения корпорация перешла на серийное производство в сжатые сроки, завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных и модернизированных и существующих образцов. Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Сегодня заслушаем, как предприятие справляется с этой задачей. Далее подведем итоги отопительного сезона на объектах Министерства обороны. Несмотря на сложные погодные условия, он прошел штатно. Безаварийная работа обеспечена заблаговременной подготовкой в фондах, в том числе их оптимизацией, применением современных, наукоемких и энергоэффективных решений, а также рациональным расходованием имеющихся средств. В течение всей зимы запасы топлива поддерживались на нормативном уровне. Подготовка к следующему осенне-зимнему сезону по плану сразу после остановки теплогенерирующих объектов, начаты их обслуживание и ремонт. Сегодня заслушаем отчет о результатах прошедшего отопительного периода в начале подготовки к новому отопительному сезону. В Дагестане проходят съемки фильма «Повелитель ветра». Это история о кругосветном полете знаменитого путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре в 2016 году. Тогда он установил мировой рекорд. Главную роль в новом фильме сыграл известный российский актер Федор Боднарчук. Фотографиями кинопроцесса на своей странице в телеграм-канале поделился глава республики Сергей Меликов, выразивший уверенность, что дагестанская природа фильм только украсит. В Махачкале прошел турнир, приуроченный к столетию общества «Динамо» и посвященный участникам и погибшим в СВО. В турнире приняли участие 16 команд сотрудников силовых ведомств республики, в том числе и Министерства внутренних дел. Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями и дипломами, отмечает министр внутренних дел по республике Абдурайшет Магомедов. Для нас, для сотрудников МВД, это не пустые слова. Вы знаете, у нас 16 героев России, из них, к сожалению, 13 посмертно. Наши ребята уже в течение 30 лет практически занимаются этой проблемой, к сожалению. В настоящее время, благодаря всем нам, всем здесь присутствующим, сотрудникам правоохраны, прокурату, суда, относительная стабильность в республике. И мы должны все это сделать, чтобы все это было постоянно. Я хотел бы поблагодарить отдельно Александра Ашотовича и всех тренеров, всех спортсменов, всех тех, кто занимается спортом. Я думаю, что вы сделали больше, даже чем правоохранительные органы. Вы дали детям вот это участие, заниматься спортом, быть здоровыми, любить свою родину. Я думаю, здесь ваша роль, ваше значение не оценивает. Вы слушаете радио России Дегестан. Новости культуры. Три аншлага за три спектакля. В Аварском театре с успехом идет постановка «Собами седу». Эта история несколько веков передавалась жителям аварских сел друг к другу. И вот теперь драмы на сцене. К премьере долго готовились. Даже адаптировали архаичные выражения в современный национальный язык. А благодаря синхронизаторам посмотреть спектакль можно не только на аварском языке. Как актеры перевоплощались к герою в 400-летней давности, расскажет Магомед Баширов. Человек в легком гриме и с накладной бородой Магомед Алип Сурхатилов. Художественный руководитель аварского театра и режиссер постановки, которая вызвала большой интерес среди театралов республики. История трагической любви дочери Хунзахского хана и придворного раба полна драматургии. И как признается режиссер, столкнулся он с таким накалом. Впервые. Эта песня, она очень известна среди аварского народа и насколько было сложно. Но как вам сказать? Дело в том, что такая драматургия, такая хорошая история и такие у нас замечательные актеры и такая поддержка со стороны директора и всего, так сказать, нашего коллектива. Но были трудности, и все-таки мы справились с этой задачей. Влюбленную, гордую, непокорную Сабам Меседо на сцене воплотила Аминат Адулатипова. Семь месяцев кропотливой работы над сценарием и образом, над характером и перевоплощением. Историческая драма – это особый жанр, где мало хорошо сыграть. Ее надо прочувствовать и передать зрителю. Мы очень много, долго копали историю и сравнивали с тем, что написано. Много спрашивали, много узнавали. И вот, и чем больше мы об этом говорили, тем это все становилось интереснее. Я не знаю, бывало так, что ночами не спали в интернете и искали, где что можно. Чем больше ищешь, тем больше оно интереснее. А потом уже мы как вышли на сцену, ну, здесь уже, уже когда сама игра вот пошла, здесь уже чуть было по-другому, но тоже очень интересно. Поставить трагедию 400-летней давности – это риск. Тем более, что это история, о которой аварцы говорят столетиями. Но риск оказался оправдан. Спектакль собирает аншлаги, а дагестанская публика – в восторге. Наши коллеги здесь в театре говорили, при советах в 80-е годы была такая попитка, тогда она не уменьшалась успехом. Почему? Это такой драматический, поэтический язык в стиле Шекспира. Поэтому, почему в течение года? Потому что здесь актеры говорят на поэтическом языке, древнем, архаичном языке. Все говорили, сложно будет, что не очень поймут, но на удивление удачно прошло и спектакль полюбил зрителей. Масон идут. Радио России Дагестан. Погода. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, в ближайшие сутки по районам республики ожидается местами небольшой и умеренный дождь. В горных районах гроза. Ветер северо-западный, западный – 9-14 метров в секунду. Ночью местами до 17. Температура воздуха ночью 9-14. Днем – 17-22 тепла. По горным районам ночью 3-8. Местами до плюс 12. Днем – 10-15 тепла. Местами до плюс 20. 13 часов в Махачкале. Температура воздуха 18 тепла. В ближайшие сутки в Махачкале ожидается без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 11-13. Днем – 18-20 тепла. Температура воды в море – 16 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Камила Макаева, редактор Бедренси Гусейнова, звукорежиссер Муминат Алиева. Прощаемся с пожеланиями доброго вечера и хороших новостей. Вечера и хороших новостей. Вечера и хороших новостей.